добрый день дамы и господа всем привет от диты и солнечной канады сегодня познакомлю вас магазин мебели декора для дома картин посуды всяческого текстиля ну в общем все что нужно для дома все что мы любим девочки и начнем с мебели вернее даже не начнем а просто вот я пришла как шла так и снимала что вижу то пою что называется ну и вот мне попалась мебель сначала под руку под камеру вернее и мы прошли мимо такого красивого дивана серого сейчас мы остановились возле кресла такого знаете клубного кресла которое стоит 500 долларов канадских и стоит она в комплекте с с таким деревянным комодом и вот вы видите вот эти вот украшения и первый дедушка который нам встретился у входа это уже все к новому году и все крисмасу на самом деле пришла я сюда не просто так а пришла для того чтобы выбрать найти поискать мне нужно для входа в мою прихожую такая знаете как скамейка на которую можно сесть у входа чтобы снять обувь надеть обувь у меня есть одна но она очень старая и в общем я уже пора выбросить она уже все просиженные и вот нечто такое подобное я хотела себе купить вы видели одну вот эта вторая у нее из storage ну то есть вы видите она открывается и можно положить туда что-то там допустим тапочки домашние или что-то такое ну вот видите их очень много было этих скамеек я пришла их рассматривала долго и в общем они неплохие симпатичные но они не совсем подходят под стиль той мебели которая в моей прихожей уже стоит на сегодняшний день у меня немножко там другой стиль там больше такое зеркальная такая мебель тумбочка и в общем как бы вот такие вот растик стиль что называется скамейки они как-то не очень мне в тему поэтому я прошла мимо ну естественно стала рассматривать что там еще есть я должна сказать что это магазин outlet мебель в нем всякое разное разнообразное которое свозят и привозят из разных магазинов где что осталось поэтому это все не комплекты отдельные видите вот такие вот отдельные кресла отдельные столики отдельные тумбочки этот магазин очень популярна в где просто очень очень многие покупают здесь мебель себе потому что ну вы видите даже здесь она не очень дешевая вы видите цены вот эти вот большие такие стикеры которые приклеены к вот к столику был там 550 долларов маленький такой небольшой столик это в общем-то его цена причем вы можете понимать что это где-то пол цены по сравнению с тем что это продается в обычном нормальном магазине мебели поэтому люди очень любят покупать в этом магазине абсолютно не важно не по отношению к доходу не по отношению к их так сказать лайфстайлу но просто все всегда пытаются найти что-то побюджетнее подешевле тем более что вещь хорошего качества здесь ну вот вы видите стулья да например много стульев но они все по одному по два по три по четыре то есть если вам нужен например набор стульев из шести или восьми стульев чтобы поставить возле стола довольно трудно поймать в этом магазине потому что как вы видите вот они все такие не комплект по несколько штук даже по одному есть некоторые но кстати я хочу сказать что свою гостиную там где у меня стоит стол со стульями для гостей стулья купила именно в этом магазине потому что я вот как-то подобрала и нашла шесть стульев одинаковых мне попалось так удачно и кстати я ими очень довольна они очень хорошего качества но ответе есть по одному по два есть вот как эти красные кожаные может быть с кожи заменить или я не уверена что они кожаные там было штук 4 ну то есть если небольшой стол в кухне то 4 стула вполне подходит для для комплекта в общем мебель всякая всякая разнообразная вот тоже такой пуфик красивого бирюзового цвета очень приятное такое плюшевое кресло но видите вот все не комплект то есть если вам нужно какой-то ну что называется окей жена мебель как у нас там называется то есть мебель какой-то допустим кресло поставить в угол и какой-то столик под телевизор или под как журнальный столик или в прихожую или куда-то в угол там под вазу с цветами вот типа вот таких вот тумбочек каких-то то вы можете купить в этом магазине гарнитур ну я имею ввиду допустим спальный гарнитур где есть комплект если вы хотите спальня две тумбочки кому там зеркалом и так далее вы не купите в этом магазине вернее вы можете купить но это просто вам должно очень сильно повезти потому что вот есть видите некоторые вещи по два но в основном это вот такие вот отдельные отдельно стоящие такие какие-то предметы декора которые в принципе очень симпатичные но вот все это такой вот не комплект но поскольку мне нужна вот эта вот скамейка это мне нужен гарнитур то я отправилась в этот магазин заодно решила поснимать показать вам вот очень много ковров текстиля вообще-то достаточно много в этом магазине и ковров очень много очень большое разнообразие хочу сказать что я в общем-то обрадовалась этому разнообразию потому что когда эти магазины открылись после карантина они стояли вообще абсолютно полупустые было так тоскливо и горько на это все смотреть знаете после нашего канадского изобилия прийти в магазин и увидеть абсолютно пустые полки и вот эти вот конструкции на которых висят эти ковры они были все абсолютно пустые это было довольно грустно и переходим и к искусству живопись то есть живопись значит я вам хочу сказать что как вы видите вот эта авторская работа здесь продаются картины как принты обычные также картины и вот написанные автором это конечно не бог весь какие художники но тем не менее это художники картина написано вручную маслом на холсте стоит она что-то цену я не посмотрела но стоят они в принципе так не страшно не смертельно если считать в принципе брать во внимание что эта картина написана вручную автором а не просто принт вот это тоже кстати картина написанная автором даже есть и фотография женщина вот и немножко написано про художницу написано про то кто она что она какие у нее заслуги какие они работают то есть это не совсем уж такие так узнать шерпотрепа в принципе такие в общем авторские работы вот это тоже картина из той же серии очень кстати мне пораз такие если вот вам нужно узнать и яркое пятно на стену то это вот как раз очень яркое пятно продаются также там часы такие большие на стены и ну и всякие всякие всевозможный декор для любого 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 помещения любой комнаты в вашем доме вот эти называется ловцы снов как-то по-русски по-моему это переводится их вешают обычно над детской комнате там или ну вот эти вот большие такие декоративные просто скорее всего вешают на стенку это такая местное традиционное украшение на стену и понравились мне очень вот эти картины они такие спокойные знаете такой зимний пейзаж с красной скамейкой это конечно не не живопись это принт это не картина написана художником но выглядит они довольно достойно очень так органично и красиво и это мне очень понравилась картина очень красивое сочетание цветов я не большой ценитель искусства так чтобы я могу сказать что я очень сильно понимаю но я мне просто вот знаете нравится когда красиво сочетание цветов или некрасивая я очень люблю картины я должна признаться сделать такое признание что в моем доме уже нет свободного места куда можно повесить еще одну картину поэтому я на не хожу просто смотреть как бы девица что называется не ничего покупать я не могу и не буду потому что у меня просто уже некуда вешать мой муж все время смеется что у нас дома картина галереи так вот я сейчас перешла к полкам этот декор для для дома просто вот знаете всевозможные вазочки подсвечники разные странные штуки вот например как этот шар сделанный спаянный из металлических ключей разнообразных ну такая веселая смешная прикольная вещь и вот эти вот велосипеды это совершенно они совершенно декоративные ну если у вас есть какие-то пустые пространства на каких-то полках и вам допустим вот этот стиль нравится мне он кстати нравится такой растик стиль когда вещи такие немножко такие заржавелые как будто бы старые старинные это симпатично это красиво вот эти вот такие знаете большие для свечей такие фонари там также расставлены вещи зачастую по цветам вот это вот такой красный угол здесь стоят красные вазы какой-то вот тоже какие-то машинки красные велосипед все это конечно декоративная и вот такой смешной прикольный мотоцикл в этот раз какая-то была знаете тематика очень много всяких мотоциклов велосипедов вот как бы завоз был видимо какого-то такого из какого-то магазина где где продают вот такие вот вещи но не только видите вот есть много фарфора разноцветного есть такие вазы типа под китайские есть и кислотники там животные звери вот опять какой-то велосипед и тут уже пошла синяя тема какие-то фарфоровые глиняные я даже не могу назвать скульптура такие как предметы которыми которые ставятся на разных поверхностях для украшения коробочки для для бижутерии очень красивые вот эти тоже такие две как будто бы аля китайские вазы большие блюда разные расписные в общем все 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 что вы хотите вот видите тоже очень много предметов из стекла разноцветного стекла металла вот такие золотые золотые динозаврики которые всего лишь то или по 8 долларов очень красивая по моему вот это тоже золотистая тема вообще всякие украшения какие-то головы обезьянка ну в общем вы видите да ну просто все все что вашей душе угодно и насколько вообще хватает вашей фантазии для того чтобы украсить свой дом вот тут прям знаете так они иногда составляют прям композиции чтобы не по несколько вещей если вы хотите что-то подобрать если вы сами не очень можете это сделать то они как бы ставят их вместе и вам тогда легче выбирать подбирать вот очень интересные какие-то носороги мне было интересно любопытно из чего они сделаны потому что сделаны не из ткани из какой-то такой как будто бы дерюга такая знаете мешковина и каким-то образом они как будто папье машей или что-то такое они как-то так застыли в общем всего-то по 8 долларов ну не знаю я не могу сказать я бы нами не поставила себе это дома но это интересно привлекла мое внимание группа товарищей из трех мужчин глиняные головы такие с цветочками расписными какие-то ласточки в общем очень странно такая странная скульптура я бы сказала что-то видимо это означает стоит это вот 20 долларов такая за голову кстати это была сам маленькая может быть больше стоит дороже не знаю ну в общем странная тоже странная композиция странное украшение но видимо есть на это покупатели раз это делают а это уже полка с абсолютно белыми предметами вот если вы хотите украсить свой дом в таком минималистично скандинавском стиле то вот белые глиняные фарфоровые статуэтки и разные композиции украшения вот какие-то такие как будто старый старинный будильник вот это какие-то камни с металлическими крабами и разными морскими чудовищами ну вот довольно любопытная такая интересная вещь стоит всего ничего 13 долларов так что вполне вполне affordable вполне вы можете себе это позволить не особо дорого это все вернее это было дорого в магазине в котором это продавалось но в этом магазине это все продается как бы вот как аутлет много было тоже много у обычного не всегда бывает вот таких вот ламп это даже не настольные лампы это у нас называется прикроватные лампы обычно ставят их на тумбочке при кровати в спальне или на каких-то комодах в living room в прихожую могут поставить такую лампу вот например вот сейчас я вам покажу вот это такая тумба я вот пытаюсь открыть но не с той стороны видимо для видимо для посуды и можно использовать ведь в ней такие полки обычно такие тумбы ставят возле обеденного стола и в нее складывают посуду так вот видите на ней сверху стоят две такие лампы обычно они придут с парами и ставят их по две штуки в общем вот как на этом комоде довольно принято это дело и вот этот комод кстати был очень интересный он такой необычный я бы сказал такой даже дизайнерский еще немножко текстиля это уже подушки подушки тоже разложены как поп на полках по цветам вот я зашла в красный цвет и красный такой бордово-сиреневый и как вы видите зима на носу зима приближается поэтому все подушки уже такие зимние то есть вот вязаны из меха из какой-то шерсти какие-то такие знаете для создания тепла и уюта в помещении чтобы вот ее так обнять долгим зимним вечером и что было приятно тепло мягко и в общем не холодно а это уже синие синий ряд подушек тоже видите всех всех оттенков и вот смотрите какая милая пушистая подушка она просто вот может стать вашим лучшим другом холодную зимнюю пору во всяком случае мне захотелось ее купить я правда не стала потому что у меня и так дома всего очень много поэтому но она мне понравилась такая такой меховой друг что называется обратила внимание на эти стулья я не знаю это кожа или кожа заменители они стоят 180 долларов стул я подозреваю что кожа заменитель наверное кожаный стул бы стоил дороже хотя не факт потому что в этом магазине опять же это все как бы полцены оранжевого такого цвета очень модного фасона mid-century style это где-то стиль такой 50-60-х годов такой легкий минимализм и стол был под стать он это не был комплект но это просто вот их подобрали так вместе друг с другом теперь мы перешли в отдел где продаются всякие просто вот знаете сундуки коробки какие-то ведра плетеные и из ткани сделаны для разных любых целей как каких только вам нужно их можно поставить backyard на улицу их ставят иногда доме для постельного белья может быть для грязного белья в общем для каких что-нибудь складывать короче и сейчас я вам показываю это постельное белье и пледы тоже все такое знаете зимняя зимняя тематика вот такие вот вязаные шерстяные пледы как будто бы вязаные нитками как будто бы свитер такой а вот это уже такая крисмасная тематика красная с черным смехом внутри и вот эти все тоже такие мягкие теплые пледы все это к зиме все это к холодам это как бы создать настроение и вот этот розовый из крупных петель такой вязаный как будто бы плед бесподобный в принципе можно связать его самим если очень захотите если вы смотрели мое видео где я снимал там магазин рукоделий там продавались такие нитки из которых вот именно можно вязать такой крупные вязки изделия как-то шарфы или пледы или одеяло в принципе вот именно вот вот такой вот обратила внимание на такие интересные пледы вроде бы шерстяные made in india то есть это сделанный в индии он очень приятный на ощупь он такой мягкий он такой пушистый вот как будто бы даже кашемировый я конечно думаю что нет но выглядит он прям таким знаете очень очень таким мягким и пушистым кстати вот эти все вещи очень принято дарить на крисмас и на новый год как вы знаете на западе в америке в канаде здесь просто просто буйное помешательство по поводу подарков на крисмас одним подарком не обходится дарят там по 3-4 подарка все друг другу и поскольку подарок найти трудно то вот такой подарок как эта подушка или плед или чашка что-то такое нейтральное в общем безразмерное то что всегда подойдет любому человеку по размеру и на любой вкус очень принято дарить здесь написано релакс например на нем что означает спокойствие спокойствие только спокойствие дело житейское и уже конечно везде везде стоят крисмасные украшения на новый год и я наверное сделаю отдельные видео для для этих украшений сниму потому что они очень красивые а на сегодня все всего вам самого самого наилучшего люблю целую всех увидимся в следующем видео пока пока бай